Можно ли иметь высокооплачиваемую работу без высшего образования? Об этом мы будем говорить сегодня в программе Мужлы Вовсе. Здравствуйте, с вами Александр Янковский. Итак, сегодня в программе Мужлы Вовсе говорим о профессионально-техническом образовании в Украине. Ну, конечно же, традиционно мы будем сравнивать, как происходит такое образование в нашей стране и как оно организовано у наших соседей, то есть в Польше. Говорить об этом мы будем с Голдой Виноградской, советником министра образования по вопросам профтехобразования. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте так. А вот у вас какое образование? У меня их несколько высших. Так, хорошо. Но тем не менее, вы специалист, в том числе, вы знаете, как все это должно работать для тех людей, которые хотят получить рабочую специальность. Да, ну, если в двух словах, у меня папа был директором швейного училища во Львове, и, собственно, я выросла в училище. Другое дело, что вот последние лет 5-7, работая как дизайнер, как производитель, мы сталкивались с тем, что нехватка кадров, ты понимаешь, что в кадры лучше вкладывать свою душу, брать молодежь, учить. Соответственно, на это начался какой-то опыт работы с училищами, и вот оно стало все дальше и дальше, и, собственно говоря, ты теперь уже не представляешь себя без профтеха. Понятно. На самом деле проблема эта, она не только украинская. В той же самой Польше всего несколько лет назад была точно такая же проблема, когда закрывались фабрики и заводы, и просто-напросто молодые люди не понимали, зачем им получать рабочую специальность, если потом негде будет работать. Как поляки вышли из этой ситуации, вы увидите прямо сейчас. В 90-е годы экономика Польши переживала непростые времена. Закрывались многие заводы и фабрики, которые выпускали неконкурентноспособную продукцию. Этот процесс имел прямое влияние и на ситуацию в сфере образования. Проблема заключалась в том, что очень многие молодые люди тогда выбирали гуманитарные специальности. Но оказалось, что нам не нужно столько выпускников таких направлений. И поэтому многие из них после многих лет обучения были вынуждены пойти работать не по специальности. Все изменилось после того, как польская экономика стала расти. В стране появились новые предприятия, которые внедряли современные технологии в производство. Тогда снова потребовались специалисты технических направлений. Их подготовкой в Польше занимаются профессиональные школы и техникумы. Обучение длится 3 или 4 года соответственно. В любом случае, помимо специальности, выпускники получают и аттестат о полном среднем образовании. Сейчас у нас очень много желающих получить специальность техника логиста. В Польше появляется много логистических центров и фирм, занимающихся доставкой товаров и комплектующих. А если говорить о других профессиях, то стремительно развивается кулинария. Это связано с изменением стиля жизни поляков. Люди предпочитают пойти поесть в ресторане, чем готовить дома. Со второго года учебы студенты всех профессиональных школ два дня в неделю должны проходить практическое обучение. Оно может быть организовано как непосредственно в школе, так и на предприятии по договору. В школьном комплексе номер один города Вилюня есть собственное кафе, в котором будущие повара и кондитеры, техники производства учатся готовить. Причем все это делается на таком уровне, что позволяет продавать бизнес-ланчи всем желающим, как обычное кафе. Мы стараемся, чтобы наши ученики знали и умели как можно больше и готовить, и обслуживать, и управлять. Это очень важно на рынке труда, потому что работодатель хочет сотрудника, который будет уметь все, быть поваром и кондитером, официантом и хозяином зала. После окончания обучения каждому выпускнику предстоит сдать экзамен, как по общим дисциплинам, так и по выбранной специальности. Экзамен состоит из двух этапов. Есть теоретическая часть. Это тест, который необходимо написать за 60 минут. И практический экзамен, который в зависимости от специальности, длится от 3 до 4 часов. Важно и то, что экзамены принимают специалисты, которые не преподавали у этих учеников. В Польше в среднем и профессиональном образовании действует принцип – деньги идут за учеником. Это означает, что школа получает от государства средства за каждого учащегося. И это способствует развитию конкуренции между школами и районами. Потому что ученики готовы ездить и за несколько десятков километров на учебу, если им действительно нравится школа или техникум. Также на каждого студента выделяется около 8 тысяч злотых для проведения практического обучения. И у школы есть выбор – создавать за эти деньги класс для практических занятий самостоятельно, либо договориться с предприятием, которое заинтересовано в квалифицированных выпускниках. Например, ученики школ Вилюня проходят практическое обучение на заводе крупнейшего производителя автомобильных прицепов – фирмы «Велтон». Наша фирма постоянно развивается, и нам нужны квалифицированные работники, которых мало на рынке. Мы действительно самый большой работодатель на рынке, который нуждается в механиках, электромеханиках, сварщиках, малярах и многих-многих других. Но для нас это не краткосрочный план, а инвестиции в будущее. Мы хотим, чтобы лучшие ученики пришли к нам на работу, а те, кто себя проявит, продолжили обучение в техникуме или институте. В таком сотрудничестве с профессиональными школами заинтересовано уже несколько фирм. В комплексе «Школ номер два» благодаря поддержке партнерских предприятий появился специальный класс для подготовки электриков и даже настоящий автоматизированный комплекс для сварочных работ. Душа фирма, а если хочет улоковать себя в каким-то местом, так? Если большая фирма хочет начать производство в каком-либо городе, она интересуется не только земельным участком и инфраструктурой. В первую очередь исследуется и образовательный рынок. Проверяются, какие возможности есть для поиска квалифицированных кадров. Сейчас одно из достаточно больших предприятий изучает вопрос перенесения производства сюда, в Велюнь. Аргумент среди прочих – тут есть кадры, есть их запас. Кадры – это велюньские школы. Именно поэтому почти 30% учеников в школах этого повета приезжают в город из других районов. И все благодаря высокому уровню обучения в профессиональных школах и техникумах. «Можливо все. Польша». Вы смотрите программу «Можливо все». Сегодня говорим о профессиональном техническом образовании. В Польше, в Украине говорим об этом с Голдой. Виноградская сведника министра образования по вопросам профессионального технического образования. Голдов, смотрите, такой очень интересный вопрос. У поляков все это началось в возрождении профессионального технического образования только после того, как начала расти промышленность. Когда стали закрываться, закрылись практически, обанкротились старые предприятия, а стали открываться новые. А как это происходит в Украине? То есть, есть ли вообще спрос у нас в нашей стране на рабочие специальности? Ну, спрос сумасшедший. Причем абсолютно по всем рабочим специальностям. Ну, вы же сами понимаете, тут не найдешь ни сантехника, ни швею, ни кого угодно. Вопрос заключается в том, что наша экономика тоже бы росла, и мы с вами это прекрасно понимаем, почему она не растет. Нет, я не понимаю. Ну, потому что наше правительство не делает ничего для того, чтобы она росла. И в моем понимании, ну, ее абсолютно осознанно губит, начиная с Нацбанка, заканчивая бездеятельностью министерств и так далее. Поэтому я хочу сказать следующую вещь, что, может быть, в Польше люди, вот если мы говорим стык, рынок труда, образование, люди сделали хотя бы какой-то баланс, сколько они готовят, и сколько рынок готов потреблять, какие специальности нужны, изучили конъюнктуру рынка, поняли, что столько не надо юристов-экономистов, то, прежде всего, все-таки рыба идет же из головы, правильно? Вот отсюда происходит тогда наполнение, кого мы должны готовить. Это первое. Второе. Когда начинает министерство рассказывать о том, что... Так дети же сами должны выбирать профессию. Ну, сами-то сами. Но перекос же должно формировать вообще вот этот, исправить само общество. Соответственно, если бы тоже государство понимало, что экономика будет развиваться, если есть кадры. Окей, давайте так. Сколько не хватает вообще рабочих специальностей, и сколько могут готовить система профессионально-технических училищ таких людей? Готовить может много. Я вам хочу сказать, что сейчас система профтехобразования выживает. То есть, если раньше, вот я опять-таки на примере, ну, наверное, нам не ближе, да, там легкой промышленности буду говорить. Если раньше наши училища имели там в год, мы набирали по 5-6 групп швейников, то теперь они набирают только по 2, а остальное они добирают там парикмахерами, этими агентами по туризму и так далее. Почему так, если вы говорите, что огромный спрос на рабочие специальности? Потому что детям, молодежи кто-то должен доносить, что это перспективное направление, что удобно, правильно, выгодно, перспективно сначала получить рабочую профессию, а потом, пожалуйста, и хочешь, иди получай высшее образование. Ну, ты уже как минимум можешь подрабатывать, у тебя уже есть кусок хлеба в руках. Смотрите, но если предприятиям, украинским предприятиям, действительно нужны такие сотрудники, да, квалифицированные сотрудники, почему они тогда не идут напрямую? Не знаю, даже вплоть до того, что они создают свои учебные заведения. Так так и делается. Так сейчас, к сожалению, есть тенденция, когда люди сами пытаются создавать центры. Но опять, если ты не имеешь лицензию, ты вроде как не даешь достойный диплом. Вот, хотя во многих отраслях люди делают это сами. Потому что, ну, в данной ситуации на государство надеяться просто бессмысленно. Как бы вы оценили вообще систему профессионально-технического образования в Украине? Потому что, да, для поляков это тоже достаточно больная тема. Они не могут самостоятельно, имеется в виду вот эти технические школы, обеспечить, чтобы занятия происходили вот именно с теми материалами и с тем оборудованием, на котором детям предстоит потом работать во взрослой жизни. Поэтому они приходят к фирмам, просят, чтобы те обустроили классы. Ну, в общем, такое вот партнерство между учебными заведениями и предприятиями. А в Украине как? Ну, однозначно, не просто партнерство. Должна быть уже такая абсолютная тесная связка работодателей и те кадры, которые приходят к ним. Другое дело, что изначально, как на входе и на выходе, должны быть регламентированы эти отношения. В принципе, мы все стремимся к дуальной системе. В принципе, это основная задача, которая сейчас вот была поставлена в нашей беседе с Лилией Михайловной. Вы имеете в виду министра? Да, да. Мы просто говорим о том, пусть это будет маленькими шагами начинать приближение к дуальной системе. Когда, допустим, дети не в конце года отрабатывают полтора месяца практику, когда они уже со второго курса, например, начинают с какого-то месяца. Раз в неделю приходить на предприятие. Что это позволит? Это позволит предприятию понимать, что пусть 4 рабочих дня в месяц у него работает человек. Значит, соответственно, он бы мог бы платить эту, как минимум, зарплату. Но это нельзя назвать зарплатой, потому что ученик – это стажировка, это помощь училищу. Это, кстати, юридические моменты, которые тоже надо утрясать, потому что в нашем законодательстве это не сильно предусмотрено. Но таким образом предприятие имело бы конкретного сотрудника, к которым он бы привыкал. Этот, будем говорить, ученик понимал, да, я хочу здесь работать, я сюда привязываюсь. То есть, соответственно, это какая была бы потихоньку-потихоньку ручеёк помощи финансовой, в том числе училища. А сейчас происходит так, что вот это нельзя, вот это нельзя, вот тех неготовим, вот этих наборов нету, училища выживает, сама система профтехообразования. Причём я вам хочу сказать, понятное дело, что на волонтёрстве и на этих всех таких больших, знаете, вот эмоциональных вещах далеко не проедешь. Потому что на самом деле там работают люди в системе профтехо, которые настолько профи, которые настолько болеют за своё место, что они уже могли бы сто раз уйти в высшие учебные заведения. Нет, вот понимаете, их это греет. А когда ты смотришь, что эти бедные люди еле-еле выживают и сводят концы с концами, когда им там не платят зарплату по несколько месяцев, когда они из этих крок должны ещё поддерживать своих студентам, которые не платят, ни стипендию, ни сиротам стипендию, ничего. Хорошо, смотрите так, тогда такой вопрос. Почему вот на сегодняшний день все 100% бюджетных мест заполняются теми, кто хочет учиться в профтехучилищах и в техникумах, например? Да, в основном да. В основном да. Вопрос заключается в том, кто создаёт вот этот госзаказ, откуда он возникает. То есть, понимаете, если можно составить опять-таки 5 групп, и они не набрались, а они, если пока что не набрали, оно урезается. Либо, соответственно, сразу поставить меньшую планочку, а меньшая планочка как раз ведёт к тому, что в экономике вот эти наши показатели, они всё время нас сужают. Да, опять-таки, например, в лёгкой промышленности мы все знаем, что около почти 73% отрасли в Украине находится в тени. Это значит, что в официальной статистике посмотреть, сколько надо готовить кадров, сколько налогов мы платим, сколько пользы мы приносим. Вы же понимаете, это несоизмеримо. То есть, приблизительно 30% потребностей в кадрах то же самое будет показано. Всего лишь, конечно, безусловно. А на самом деле гораздо больше. Гораздо больше. И это связано с тем, что, опять-таки, неправильная, некорректная, непродуманная система и налогообложения, и насколько уверенно себя чувствует украинский бизнес, приводит к тому, что все работают тихо. Смотрите, вот вы говорите, что все непродумано, там должно как-то меняться, но, тем не менее, уже сегодня там большое, невозможно, знаете, найти нормального токаря. Да, ну это проблема, да, если надо вытащить какую-то деталь. Невозможно найти нормального, опять-таки, специалиста, технического специалиста. Невозможно, невозможно, невозможно. Это надо сейчас уже делать. Вот в Украине есть такие профессиональные технические училища, которые готовят таких специалистов на том уровне, чтобы человек сразу пришел и начал работать. Конечно, готовят. Хорошо. Вопрос задается в том, что этих людей приходит мало. Мало. Вот в чем дело. То есть я же вам говорю, что, что видим мы, работодатели, причем я говорю это так, ну, вроде скромно-нескромно, но мы как раз за эти последние полтора года плотно сотрудничаем с 26 промышленными ассоциациями Украины. Это и строители, это и грари, и химики, и так далее, это кондитеры, это кто угодно. Все прекрасно понимают, что это перекос в обществе. Хорошо. Каким образом можно ликвидировать этот перекос? Поднять зарплаты этим людям? Сказать, что вы, отучившись там 3 года или год после средней школы, вы получите более высокооплачиваемую профессию, чем вы будете учиться 5 лет в университете? Ну, смотрите, у нас сейчас зарплата ШВИИ составляет от 5 до 8, а иногда 12 тысяч гривен. Ну, согласитесь, это не маленькая зарплата. Вопрос заключается в том, что если бы на уровне... Наверняка там у учителя меньше зарплата, чем у... Чтобы вы себе даже не сомневались. Просто как себе я понимаю задачу. Если, начиная со школы, вкладывается детям в уши, что это престижно иметь в руках профессию рабочую, о том, что это нормальный, хороший, общепринятый путь, проходить его таким образом. Если бы это понимали родители, а не просто так всем надо быть юристом-экономистом, потому что, ну, хорошо, а кто из них... Ну, потому что родители, видите, даже из самых маленьких сел стремятся, знаете, там продать посреднюю корову, чтобы ребенок поехал учиться в столицу на юриста или экономиста. Ну, мы же не против. Ну, зачем быть юристом, когда их, извините, такой большой профицит на рынке, когда ты можешь иметь 2-3 тысячи гривен, а здесь ты можешь иметь 10-12. Так вот, речь идет о том, что как мы себе понимаем, и, в принципе, мы выходили с этой инициативой и на министра образования, что давайте мы, работодатели, готовы создавать социальную рекламу, только помогите же нам на государственном уровне, там, через Министерство информационной политики, продвигать ее. Давайте пусть это станет одной из главных стратегических задач в обществе. Ведь, в конце концов, в советское время, да, были заложены какие-то такие стратегические направления, векторы, и они поднимали дух, там. Ну, по большому счету, я не говорю о тех перекосах. Я понимаю, то есть была система. Окей, плохая или хорошая, другая вопрос теперь нет. Хорошо. Голда Виноградская, советник министра образования по вопросам профессионально-технического образования в нашей студии. Дальше мы будем смотреть сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Они побывали на одном из киевских профессионально-технических училищ и посмотрели, кого там готовят, и самое главное, как. Они только начали осваивать будущую профессию. Обучались ручному шитью. Теперь сели за машинки. После выпускного каждая из этих студентов Киевского колледжа легкой промышленности сможет найти работу. Промышленности сейчас требуется гораздо больше, чем колледж на данный момент выпускает выпускников. То есть, я так думаю, что сейчас в легкой промышленности просто какой-то голод на рабочие профессии, особенно, допустим, технологов швейного производства, обувного производства. Кадровый голод на рабочие специальности возник с изменением экономической ситуации. Украинским производителям стало выгоднее производить товар внутри страны из отечественных материалов. Чем больше малых предприятий, тем больше у наших студентов будет рабочих мест. Потому что на большой фабрике нужен один, два, три экономиста, а каждое малое предприятие требует руководителя, менеджера, ну и понятное дело бухгалтера. Раньше в области профессионального образования все было наоборот. Выпускников много, работы мало. Поскольку не было в достаточном количестве рабочих мест по специальности, студенты, выпускники переквалифицировались, либо шли работать на те специальности, где они были востребованы. Иногда это было что-то рядом, а иногда даже диаметрально противоположное. Сейчас швеи нужнее актеров или биологов. С начала года в Киевский городской центр занятости поступило 38 тысяч предложений о работе. Почти треть из них актуальны и сегодня. 18% работодателей ищут неквалифицированную рабочую силу. Остальные в равной мере нуждаются в рабочих и в специалистах. Для студентов спрос на будущую профессию еще не повод для воодушевления. Я хочу стать бухгалтером, чтобы в дальнейшем працювать на себе. Я думаю, я буду спортсменом, буду на телеке, показывать меня будут. А по специальности я не думаю, что буду работать. Каковы перспективы профессионального обучения, если высокий спрос не становится причиной высоких зарплат? В колледже отвечают – возможность создать собственный бизнес, который не требует значительных вложений. Вы смотрите программу «Мужлой ОСС». С вами Александр Янковский. В нашей студии «Голда Виноградская» – советник министра образования по вопросам профессионально-технического образования. Один из выводов, который сделали наши корреспонденты, они сказали, что теоретически может человек начать собственное дело, получив рабочую специальность. Действительно это возможно или нет? Да. Все зависит от способностей человека. То есть кто-то может только работать на кого-то, а по большому счету у многих девочек, например, опять-таки швейники, извините, обскачут еще 10 дизайнеров, потому что они умеют это пошить. А если у нее есть талант это открыть, и у нее набираются сначала даже на дому, клиентки, соседки, все, человек обрастает уже заказами. А дальше умение обставить это. Скажите, вот вы как специалист, который полностью все знает про легкую промышленность в Украине, вот на сегодняшний день можно ли сказать, сколько процентов вообще, ну, к примеру, одежды мы носим украинского производства? Ну, мы приходим в магазин, да, и вот мы там видим разные самые разные бренды одежды. А можно ли сказать, что среди них есть и те, которые сделаны в Украине? Ну, я думаю, что это около 20, до 25%. До 25%, то есть каждая четвертая вещь на самом деле. А возможно ли, чтобы было больше? Конечно. А что для этого нужно? Ну, для этого нужно ввести какой-то мораторий или хотя бы какие-то вещи, сдерживающие ввоз, например, той же китайской продукции. У нас очень сильно стоит проблема с выживанием. Мы легковики и, извините, секонд-хенд. Даже не потому, что этично или неэтично носить чужие вещи, а неэтично завозить под видом секонд-хенда кучу контрабанды. Абсолютно неэтично делать так, что у них возная пошлина там 5%, а у нас только на сырье 8-10%. И мы автоматически становимся неконкурентными. Поэтому я и говорю вам, что желания правительства нету помогать. Вы хотите сказать, что они не знают о том, что им доносят, там, мы активисты, каждый в своей отрасли. Ребята, сделайте это, это. И это не только вопрос снизить налоги. Да это много всего. Да любая страна должна защищать собственного производителя. Пока наши, извините, все... Почему мы стараемся куда-то выходить на экспорт? Да потому что мы на украинском рынке можем быть часто не просто неконкурентно способны по сравнению. Подождите, а почему тогда на зарубежных рынках вы конкурентно способны? Ну, потому что там же совершенно другая цена, извините, на изделие. То есть если мы... То есть украинцы просто не могут платить такие деньги? Конечно. Это снижение покупательной способности, которая очень резко подрезала нас. То есть ты можешь пошить эту одежду, повесить ее в магазине, самую распрекрасную, даже по каким-то таким ценам, которые тебе, кажется, только покрывают затратную часть, все равно это будет трудно. Смотрите, еще один очень интересный вопрос. Я, когда смотрю объявления о том, какие сотрудники требуются для работы, например, там в Польше, в других странах Европейского Союза, как правило, вижу тоже рабочие специальности. Насколько вот этот процесс, он велик? Насколько люди, которые получили рабочие специальности, уезжают в Европейский Союз? 80%. Так вот, западная Украина, так да, 100%. Вот могу вам сказать, что в основном. Потому что, ну, смысл здесь сидеть там за те же там, ну, 200 долларов, да, там или 200 евро, если ты там получишь в Польше, в Чехии получишь 500-600. Опять-таки, почему? Потому что наши до такой степени сейчас начинают вводить эту минимальную, там, заработную плату. Никто же не понимает, сколько придется платить налогов. Никто же, ну, я надеюсь, они понимают, ну, или делают вид, что не понимают, насколько придется еще больше уходить в тень по количеству нанятых сотрудников, или сколько должно появиться там ЧПшек и так далее по стране. То есть, понимаете, нету системы. Вот мы латаем эту дырочку, вылазит тут дырища и так далее. Вот это со всех сторон. И если бы было такое правильное отраслевое понимание, вот отрасль, там, не знаю, профтехобразование, как отрасль с ее проблематикой и сопричастными министерствами, отрасль легкой промышленности, то же самое. И с той стороны, наверху, наше правительство было не просто готово услышать, а реально понять, что это реальный шанс запустить экономику страны. Но никто за нас ее не запустит. Там с сегодняшней новостью, да, там очередной поверхность всех в шок, да. А на самом деле, ребята, так а чему удивляться? Никогда не придет добрый дядя. Мы должны это делать сами. Понятно. Спасибо. Голда Виноградская, сверег министра образования по вопросам профессионально-технического образования, была гостья нашей студии. Но главный вывод такой, наверное, будет. Нужно получать рабочую профессию, кстати, она у меня есть, несмотря на тоже на высшее образование, потому что, да, во-первых, навыки и умения и знания их не нужно носить за собой в рюкзаке. Эти навыки, умения и знания и профессию всегда можно конвертировать в деньги. А рабочую профессию гораздо проще конвертировать в деньги, чем найти должность себе руководителя, да, или заместителя руководителя. Это была программа «Можлы вовсе». Увидимся на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова